Дегтярск Первые поселения появились в этих местах в далеком 18 веке. Края эти изобиловали березами, из которых заготавливали уголь для ревдинского завода и варили деготь. Со временем появилась небольшая деревушка, которую так и прозвали Дегтярка. В начале 20 века здесь были обнаружены залежи меди, стали появляться первые шахты. Тихо, спокойно, размеренно. Три принципа жизни в небольшом несуетливом городе. Метр за метром как будто погружаешься в прошлое. Повсюду старые советские здания, мостовые, мощеные брусчаткой. Кстати, как и в соседней Ревде, в Дегтярске центральная улица не Ленина. Названа она в честь другого революционера, Михаила Каренина. А вот центральная площадь названа именем отца революции. Здесь сохранился и масштабный портрет Владимира Ильича, заменивший привычный для многих советских городов памятник. По всем канонам советского градостроительства на центральной площади выстроен дворец культуры. Куда с вами мы сейчас и направимся. Учреждение для культурного отдыха шахтеров появилось в 1953 году. Это монументальное здание, выполненное в стиле сталинского классицизма. Массивные колонны снаружи и нетленные фрески внутри. Все пропитано веянием давно ушедшей эпохи. Здесь же располагается Краеведческий музей Дегтярска. Это идеальное место для того, чтобы познакомиться с историей города. Небольшую экскурсию для нас проведет хранитель музея. В музее два зала. Зал военный, посвященный участникам Великой Отечественной войны. И зал производственный, посвященный шахтерскому городу, которым мы и являемся. До сих пор, хотя шахты у нас уже закрыты. Здесь множество фотографий. То, как у нас город выглядел раньше при работе шахты. Множество фотографий шахтеров, которые прославили наш город. Есть также и рассказ о том, как же создавался сначала поселок Дегтярка, а потом город. Есть очень интересный исторический момент в судьбе города. Несмотря на довольно прохладное отношение советской власти и буржуазии, во времена НЭПа Дегтярский рудник был передан английскому акционерному обществу. Появились шахты под названиями Париж, Нью-Йорк, Лондон. Однако в 1930-м народ восстал против власти буржуа. И англичане решились своей собственности. Через пару лет небольшой рабочий поселок переживает производственный бум. Открываются две шахты гиганта. Капитальная-1 и Капитальная-2. Как раз накануне Великой Отечественной войны. Поставки меди производились на Среднеуральский медиплавильный завод. Тогда же было принято решение дать Дегтярке статус города и переименовать в Медногорск. Однако из-за войны и ее последствий этому было не суждено случиться. Только спустя 11 лет тяжелого послевоенного восстановления дегтярка превратилась в современный Дегтярск. Наш музей является бесплатным. Приходят сюда все категории населения, приходят школьники, приезжают очень часто. Очень радует, что появилась новая тенденция. Когда к нашим дегтярцам приезжают гости, то они приводят их как раз к нам в музей. Для того, чтобы уже послушать экскурсию, посмотреть на историю Дегтярска. Вот в наших альбомах послушать, может быть, что-то новое и для себя. И вот представить свой город. А ведь дегтярскую и вправду есть чем гордиться. В 1959 году город посетил будущий президент США Ричард Никсон, чтобы перенять опыт у райских горняков. Есть заблуждение, что Никсон, будучи ребенком, прожил здесь с родителями несколько лет. Однако этот факт не подтвержден ни одним историческим документом. После 90-х, когда в городе запасы меди иссякли, закрылось градообразующее предприятие, для Дегтярска открывается новая страница историй. Это правда. Как раз мы сейчас с вами пойдем в Малахитовую комнату, в которой и подписывались документы о том, что наш город занесен в список ЮНЕСКО, как памятник. Этим статусом может похвастаться далеко не каждый город. Согласитесь? В 2009 году окрыленные успехом предприниматели планировали создать в Дегтярске академию русской бани, проводить чемпионаты мира по банному спорту и застроить городок гостиницами, бизнес-центрами, чешскими и немецкими пивными и восточными чайными. Правда, за семь лет никаких серьезных подвижек в эту сторону так и не произошло. Мы же продолжаем изучать город и отправляемся в парк культуры и отдыха. Осеннюю тишину и красоту этих мест, увы, нарушают пьяные выкрики местных. К сожалению, алкоголизм – большая проблема современного Дегтярска, немного портящая общее впечатление. Сразу за парком – территория бывшего градообразующего предприятия, исчезнувшего несколько десятилетий назад. Напротив здания рудоуправления установлен памятник Сергею Сафронову, прославившемуся бессмертным подвигом в истории Дегтярска. 1 мая 1960 года в небе над Средним Уралом был обнаружен американский самолет-шпион Ю-2 с пилотом Фрэнсисом Пауэрсом. На его перехват был отправлен пилот Сафронов. Однако по ошибке наши военные сбили советский самолет. Как раз в это время в Дегтярске проходила первомайская демонстрация. Летчик увел машину на окраину города, не успев катапультироваться. Сафронов разбился буквально в нескольких метрах от жилых домов. Есть у этих мест и техногенные достопримечательности – терриконы, рукотворные горы, возникшие в результате деятельности шахтеров. Высота этих отвалов более 60 метров. Причем это не пустая порода, из которой выработали медь. В ней содержатся редкоземельные металлы. Говорят, в свое время японцы предлагали выкупить их и увезти к себе с целью дальнейшей переработки. Однако местные отказались. Пусть лучше наше стоит у нас. Так оно и стоит. Без дела и совсем заброшенное. Вход на территорию бывшего предприятия свободный. Тут и там лужи и небольшие озерки ядовито-оранжевого цвета. Растительности на территории бывшей промышленной площадки очень мало. По узенькой тропинке мы поднимаемся на вершину террикона, образовавшегося из выработки шахты Капитальная 2. Здесь, на вершине террикона, вас ждет не только удивительный вид с высоты птичьего полета. Изучая объекты, расположенные внизу, можно многое узнать о прошлом Дегтярска. Это и гора Сухарная, на склонах которой выстроен Дегтярск. Кстати, местные называют ее странным именем – Кульбаска. Это не что иное, как аббревиатура – культурная база. На горе когда-то располагалась городская танцплощадка. Это и сам город со всеми улочками и домами. И это, кстати, только центральная его часть. Отдаленные поселки и районы раскиданы на большом расстоянии вокруг бывших шахт. Это и территория заброшенного рудника. Рудосортировка, буквально насквозь пропитанная ядовитыми солями меди. Известковое производство, предназначавшееся для нейтрализации шахтных вод. Еще один Террикон, а вот бывших шахт уже и не видно. Входы в них либо замуровали, либо затоплены водой. Еще одна гора Лабас, а точнее то, что от нее осталось. Далее отправляемся изучать еще одну достопримечательность небольшого шахтерского городка. На этот раз природную. За горой Лабас располагается одно из самых любимых мест отдыха не только среди местных. Озеро Ишбулат, или как по-другому его называют Икбулат, это настоящая жемчужина Дегтярска, пользующаяся популярностью среди рыбаков. Летом на берегах практически идеально круглого. Озеро огромное количество отдыхающих. Здесь не только купаются, но и мажутся полезными для здоровья сопропелевыми грязями. Идеальное место для того, чтобы отдохнуть от городской суеты и техногенных пейзажей. Нам же пора отправиться домой, а по пути вновь подсчитать, во сколько нам обошлась эта поездка. Путь туда и обратно на легковом автомобиле занял 70 километров. Обед мы взяли с собой. Итого 220 рублей с человека. Да, Дегтярск действительно производит впечатление. Каждый турист найдет здесь свое. Историческое, техногенное или природное. Путешествуйте, узнавайте, открывайте новое. Главное, не сидите дома. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова